Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Т-Жизнь и вот так внеплановый видеоролик по Майклабу. Итак, вышли интересные мячики, коллекционные наборы. Есть, в которых находятся три игрока, они стоят 250 звездочек и 25 тысяч, а есть, в которых один игрок и они стоят по 100 звездочек. Поэтому мы сегодня с вами откроем, наверное, две таких мячика и откроем по одному каждой позиции нападающий, полузащитник, защитник, вратарь. И я надеюсь, что сегодня у нас получится взять черный мячик хотя бы один. Итак, естественно, за монеты Майклаба поехали. Наш первый мячик сегодня. Итак, отправляемся мы в Бразилию, это получается, да? Золотой мячик и это Бруно Энрике, левый нападающий, кстати, мне он нужен был, левый нападающий. Вот, Сальвио и Теодорчук. Вот такие вот у нас игроки. Итак, открываем мы еще один, как я и сказал, два мы сегодня таких откроем. Итак, это другой мир, я так понимаю. Снова золотой мячик, я скипаю. И это карантин-то лисо, это уже неплохо. Это уже прямо интересно. Классные действительно игроки нам сейчас выпали. Мотив и Уилла. Но Мотив, вы как знаете, кто смотрел нарезку со стримов, у нас очень хорошие центральные защитники, поэтому мне такие вот, к сожалению, не нужны. Открываем давайте нападающего. Хотя нет, я вообще даже не сказал, нужен ли мне нападающий, я бы не стал. Я бы полузащитника, защитника открыл бы и я не помню, был ли у меня вратарь там, потому что нападающие мне абсолютно не нужны. А вот полузащитники у меня, да, с этой темой у меня клуб хромает. Поэтому сейчас мы открываем полузащитников. И нас отправляют во Францию. Серебряный мячик. Классно. Фульгини. Фульгини, Илсанкер и Мержевич, что-то там. Понятно. Ну а теперь идем тогда уже к защитникам, получается. Мне нужны фланговые защитники, если я ничего не путаю. Список целей, вот это постоянно надо его протыкивать, к сожалению. Хотя, давайте я сейчас зайду, чтобы тоже не тратить за зря. Посмотрим. Чтобы я тоже перед глазами видел, кто у меня есть в команде, кого нет. Ну, левый защитник мне нужен, полузащита и нападение. Ну, мы вроде как уже разобрались, поэтому я бы сейчас только вот полузащиту тогда бы бил. Давайте. В таком случае откроем. Так, сюда я зашел. Вот, откроем еще одну полузащиту. Нет, две. Две полузащиты и тогда пойдем еще тот один мячик откроем. Итого у нас шесть мячиков сегодня получится. В Англию. Вот здесь давайте черный мячик. Серебро дают. Это игрок Уэсбровича, Матеус Перейра. К сожалению, да, черного нам к ходу сегодня не видать. Но мы не расстраиваемся. Мы сейчас откроем еще одного полузащитника. Вот. И после этого мы откроем. В Испанию отлетели. Откроем снова те мячики, которые мы вначале сейчас открывали. Черный мячик. Отлично. Это Де Йонг, что ли, сразу? Или это Бускет? Это Сергио Бускет. Отлично. Барселона мне тут выпадает. Очень классно. Сергио Бускет, 88. ОПЗ. Классно. Классно, классно, классно. Эрна, у нас еще выпадает. Кто помнит, тот помнит. И Чаквитадзе. Это игрок Гента. Я думал, перепутал немного. Ладно. Хорошо, хотя бы не сказал с кем. Теперь открываем последний раз коллекционный вот этот набор. Потому что нам в нем два золотых мячика выпало. Посмотрим, что сейчас нам выпадет. Итак, куда же нас отправляют? Нас отправляют в замечательную Италию. И... А тут сразу нам серебро. И это Рафаэль Ляо. Классный, конечно, игрок. Фифе, да и рейтинг неплохой, но не для нас уж точно. Все. Сейчас я отправляюсь делать из игроков, которые мне не нужны, агентов. И на этом мы с вами и закончим. Ну что же, начнем качать. Как я и говорил, давайте прокачаем Карлеса Пуёля сначала. Центральных защитников сейчас мы на него пустим. Так. У нас тут Гилл есть, Патрик. И Чорлоку еще. 91-й мы запомнили. Теперь 92-й у нас Карлес Пуёль 7-го уровня. Так, теперь давайте мы будем, наверное, качать Руди. Потому что он у нас самый слабый. Или мы все-таки не будем в него вкачиваться. Потому что он все-таки серебряный. И сразу же мы его заменим кем-нибудь. Поэтому я бы предлагал в Бускетце. Потому что он самый высокорейтинговый у нас. Поэтому все всякие вот эти вот ОПЗ, АПЗ, ЦПЗ всякие мы сейчас вложим ППЗ в Бускетца. 88-й у Бускетца, теперь 90-й. Отлично. Так, теперь у нас еще Инзаги. Там я видел много нападающих. Центральный, центральный. Все, два только. Ну ладно. Два в Инзаги. 90-й рейтинг он получает. И также кто там левый у нас нападающий? Это Бруно Энрике. Ну почему бы и нет? Пока что. Три игрока. Уходят в него. И 84-й рейтинг становится у него. Ну что же, друзья. Вот так вот у нас пока что выглядит наша команда. Ну и давайте сейчас, естественно, мы отыграем один матч с ней. Ну что же, нашли мы соперника себе. Сейчас мы глянем его состав. Тоже все-таки интересно. Мбаппе, наверное, в аренду все-таки. Матьюди. Вот Браун, кстати, в Селтике вроде играет опорник. Пуёль, как у нас. Но у нас 92-й, у него, скорее всего, тоже не видно. А на замене вроде как я вообще даже никого не вижу. Так что у нас состав действительно посильнее. Но все равно тоже нужно укреплять. Поехали. Итак, мы на замечательном стадионе Интера, наверное, все-таки. Но стадиона Сансиро нету в этом году. Только если с патчами. Поэтому мы играем на другом. Просто обычном, стандартном там стадионе от Pro Evolution. Поехали. И вот так. Вот просто молча. Просто молча посмотрите на этот гол. Вот просто. Я ничего здесь не буду говорить. Толесо неплохо так пробил. Толкипер не потащил. А нет бы Пуёлю. 90-й каком-то там. Вынести мяч? Нет. Он ждал, пока Инзаги его добьёт. Здесь как будто действительно это купленная игра была. Именно со стороны Карлоса Пуёля. Прям разрешил. Сейчас капитанская повязка играет. Но очень такой левый гол. Ещё и под перерыв. Заменил я Инзаги. В перерыве вместо него выходит Рафаэль Ляо. Ну и вот. Сработала и моя замена. Только что выпустил Ляо вместо Инзаги. И всё. Это 2-0. Ну и забивают у нас сейчас двое нападающих. Причём я их поменял. И они оба забили. Хорошо здесь. Даже вот снова ведь из-под Пуёля пробивал он. И Пуёль его даже не трогал. Месси отлично разбирается сейчас. Ну это гол чисто в стиле Лионеля Месси. Он сам разобрался с защитником там в центре поля. И забил. Всё. Это 3-0. Забивает очередной гол за мою команду Лионель Месси. Вот здесь вот он в центре поля. Замечательно прошёл защитника. Ну а здесь уже никто и не держал. Просто скорость. Замечательно в дальний ещё и угол закрутил. Не под шлангу, правда. Но всё равно голкипер такой удар вот не потащил. И Лиау забивает дубль. Отличная подача на него прошла и всё. Два минча сегодня, наверное, что на подачу забивает. Получается, если бы я его не менял и на его позиции бы играл Инзаги, то Инзаги бы, естественно, забил бы сегодня хэтрик. Но после перерыва, точнее, после первого тайма, Инзаги был самым уставшим, поэтому я и решил выпустить вместо него Лиау. Тоже попробую. Всё-таки мы ввели 1-0. Ну и вот так вот большой риск оправдался. И тут ещё и Месси. Не получилось у Лиау забить, конечно, хэтрик, но забивает Лионель Месси тоже дубль. Но это классно сейчас прошло. Защитников вообще не было рядом с Лионелем Месси. И всё, это к 79-й минуте 5-0. Я всё-таки тоже понимаю, что это всё-таки против компьютера играю, потому что мне очень не нравится, как работают сервера в Pro Evolution именно в Майклабе. Это сидеть ещё и ждать по 15 минут оппонента. Потом ещё может не подключиться. Потом ещё у него может быть команда донатерская. Но это и фифе такое может быть. Так что здесь мне как-то попривычней и поспокойней. Ну и у Лиау почти получилось сделать хэтрик. 5-0. В общей сумме мы обыгрываем Интер на их поле. Дубль Месси, дубль Лиау и один гол от Филиппа Энзаги в первом тайме. 11 ударов, 8 в створ, 5 голов забито. Отлично. Итак, уровень повысился у Брея, Нета и Рафаэля Лиау. Ну и всё, друзья. Я могу, конечно, давайте ещё можем один мячик открыть. Почему бы и нет. Теперь только уже за очки GP. Надеемся, что-нибудь нам сейчас левого защитника хорошего дадут. Там Дэвиса я был бы не против. А мы отправимся в Италию. За Роналду, наверное. Золотой мячик. Ну давайте посмотрим. Левая нога. Милан. Это Тойернандес, как я и сказал. Прямо как на заказ левого защитника. Это отлично. Сейчас будем, вот в него вкладываются Боро и Бабель ещё. Вот это супер. Вот это супер завершение. Теперь у меня есть все игроки там выше серебра. Ну вот есть серебро, значит выше бронзы, можно так говорить. Выше бронзы. У меня есть ещё справа вот защитник серебряный и Руди. Всё. Остальные вроде как у меня хорошие такие. Так что всё. Вот так вот сейчас выглядит моя команда. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Если вам понравится вот такой вот контент по Майклабу, что вначале мы открываем пару паков мячиков, а потом идём и тестим этих игроков. Напишите об этом в комментариях, поставьте лайки. Посмотрим, как зайдут по просмотрам. И от этого я тоже буду уже задумываться. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас теперь выходят по воскресеньям. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok